Здравствуйте, люди! Что-то меня так вдохновили дизлайки под моим крайним роликом, где я пою акапелла свою же собственную песню тихим-тихим голосом, беря при этом высокую ноту и растягивая настолько, насколько не каждый может, что я что-то вдохновилась. О, да, меня дизлайки вдохновили. Вдохновилась. Сейчас шок один зачитать. Я его хотела еще в деревне зачитать, но вот как-то зачитаю уже сейчас на вот эту вот камеру. Стишок написан вообще в 2009 году. Меня тогда в начале 2009 года предала одна моя подруга. Ну, как бы почти спустя 10 лет, 9 лет, да, я думаю, эта тема, в принципе, практически актуальна, и я тогда думала, что я его доделаю, но, в общем, как-то у меня все и вдохновение сдохло и тому подобное. Я в деревне его перечитала, когда пыталась там что-то такое заваять в аудиоформате. Я подумала, что, наверное, в видеоформате будет лучше. И поняла, что он, в принципе, уже такой доделанный. Некоторые темы там, конечно, будут, наверное, уже устаревшие. Ну, так, как писала в 2009 году. И я еще думала, у меня как бы в аудиоформате он есть, но я думала записать именно уже без ролей, а чисто как стих. И изначально это была бы как металл-опера, но вот как-то не сложилась вся музыка, я к ней так и не написала. Как ее спевать я тоже как-то еще не... Не вырисовалась у меня эта картинка вокальная, в отличие, допустим, от Лиза Смерти, которую я в 2006 году написала, и музыку примерно, наверное, тогда же. Хотя название у меня было уже в музыке, а вот текст у меня тогда... Моя преподжа по гармонии музыкальной, по композиторству, скажем так, да, для тех, кто не понимает, что такое музыкальная гармония. Короче, она мне советовала текст написать, сказала, что тебе надо текст написать. И внезапно вот тот мой мрачный текст ей понравился, короче. Правда, она сказала, что очень длинные проигрыши, потому что в оригинале песня должна быть на 29 с лишним минут, и что некоторые моменты не каждый человек вытянет долго, вот одну букву держать, да, звук. Ну, вот у меня внезапно это вышло. Я не считаю себя таким офигенным уникумом, я думаю, что, наверное, кто-нибудь может даже лучше споет, но мне нравятся высокие голоса, и вот у меня тут тоже высокий голос. Хотя некоторые мне усиленно вякали, что высокий голос – это офигительно плохо. Я даже иногда верила в это, но и как-то старалась не показывать, что у меня голос есть. Но голос, к сожалению или к счастью, есть. В общем, это как бы предисловие. И сейчас я найду у себя тут файлик на компьютере. Тема называется «Проклятие звезда». Я даже прочитаю вам, кому это посвящается, хоть я уже и говорила в начале, да, посвящается оно у нас. Надо, кстати, шрифт увеличить для особо слепых. Не то чтобы шрифт, но как бы сам файлик. Шрифта так и остаётся, 12-й. В общем, посвящается оно. Террион иной раз нас предают именно те, кто клянутся в обратном. Как бы типа мои слова, да, это предисловие там этот эпиграф или что-то в этом роде. В общем, начнём. Слабонервные, верующие во что-то иное и верующие в то, что Лёля Зло не тратит своё время, отойдите от экрана. Посмотрите там кого-нибудь другого. Или вообще идите спать. Гулять есть и так далее. «Проклятие звезда». На западном небе грядёт сатана. Кровавой зарёю явилась она. Мне хочется боль. Мне хочется зла. Я так исхудала. Проклятие звезда. Под звуки металла стекает слюна. Готика в моде. И весь мир прокляла стая уродов, что зовутся детьми. В чёрно-розовых тряпках бродят они. Дьявол поднялся в крошечный мир. Солнечный демон. Змей господин. Дважды умерший символом лев. Звёздный воитель в плаще. Айшмадев. Общество магов, целителей, ведьм, псевдо-аскеты. То модно теперь. Парень, полоящий сотни себя. Боги, адепты, церкви, резня. Вы ждёте апокалипсиса? Вот он, настал. Булгаков сплагиатил. Мой сатанинский бал. Не существует Воланда и Ишуа. Двадцатое столетие. Плагиат пора. Вы думаете, грешники маются в огне? Вы молитесь Христу? Нет. Богиня сатане. Чёрные тучи под кровью по небу. Чёрное пекло. Багровая нега. Мрак океана. И мерзость вселенной. Всё воплощает в себе повседневность. Критики жизни. Чёрные маги. Новорожили. Околдовали болью сквозь раны. Смех через кожу сталью. Так надо, но не поможет. Великими гениями себя возобнив, Быдло пляшет на трупах праведных дев. Нимф. Что ручьями питают тела тонких ив. Крови потоки в страхе преодолев. Звёздные демоны. Тайные вечи. Крики умерших. Душ покалеченных. В мире цензуры и плагиата. Плавятся люди. Нового штата. Ну и спасибо за внимание. Писалось это 26 января. Потом 29 января, 31 января, 4 февраля и 19 февраля 2009 года. Пометка. Дважды умершие. То бишь я родился в моей теме типа неосферат. Та религия, которую я тут двигаю в массу. Уже довольно привычно. С 97 года аж. Означает то же самое, что я умер в мир. То бишь я умер в мире живых. Но я родился как бы для мира умерших. То есть дважды умерший или дважды рождённый. Ну и 19 февраля я думала, что это в процессе работы. А вот пока была в деревне в июле этого года, решила, что она уже готовая. Ну, в принципе, вы можете сказать, что нет, не готовая. Продолжи. Типа. Афтах писти истё. Или да, готовая. Ну, а те, кто мазохист и осилил сей видос до конца, может повыть, Лёля, ты не умеешь читать с выражением в стиле того, как Лёля, ты не умеешь петь, ты пищишь. Потому что они считают или вы считаете, если вы так считаете. То бишь вы считаете, что высокий голос женский, то бишь сопрано, который у меня как бы есть, отсылка к предыдущему ролику, это охренеть как плохо. То бишь сопрано – это не голос, сопрано не существует. Всем спасибо и всем пока!